Всем привет, ребят! С вами Габзор.ком. В наше испоряжение попал смартфон Vivo V17. Сегодня мы поделимся опытом и эксплуатацией Snapdragon 665, 8 гигабайт оперативки, Super AMOLED и сразу 4 камеры. Кстати, аккумулятор тут 4500 мАч. Смартфон доступен в российских магазинах. Более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, наушники, силиконовый чехол, руководство пользователей, гарантийный талон. В сравнении с рассмотренным ранее Vivo V17 Neo, внешний вид задней крышки изменился заметно. Интересно обыгран внешний вид блока основной камеры, выполнен на виде выступающего блока. Объективы сосредоточены правой его половине, визуально смотрятся как цельный аккуратный блок. Под ним расположена светодиодная вспышка. Vivo V17 доступна в двух вариантах своего исполнения, синий туман и облачная лазурь. Есть легкий эффект брадиента. Задняя крышка выполнена из закаленного стекла с закругленными углами. Хват удобный. Корпус неразборный, на левом торце расположен выдвижной лоток по 2 SIM или SIM и карту памяти. Справа кнопка включения и качель калибровки громкости. Завиксированы кнопки в корпусе, хорошо. Лицевая сторона с защитным стеклом. В верхней зоне дисплея расположен каплевидный вырез с фронтальной камерой. Продольная решетка динамика с хорошей громкостью. На нижнем торце USB Type-C разъем, рядом микрофон и круглые отверстия основного динамика. Сверху аудио разъем, микрофон, шумоподавление. Сканер пальца интегрирован в дисплей. Распознает пальцы быстро, есть функция разблокировки по лицу. Изображение ввоз на 6,38-дюймовый Super AMOLED дисплей. Разрешение 2340 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 19,5 к 9. Активная зона Vivo V17 занимает 83%. Придраться можно к не самому высокому уровню яркости. Особенно заметно в сравнении с OnePlus 7 Pro. Цветовой баланс смещен в холодные тона. В настройках есть регулятор температуры. Построен Vivo V17 на базе платформы Snapdragon 665. Выполнен по 11-метровому техпроцессу. 8 ядер, 6 из которых работают, но уменьшены на частоте. Пользуя доступны 8 и 128 ГБ памяти. Напомним, есть поддержка карт памяти. Есть бесконтактные платежи, работают корректно, проблем за время теста выявлено не было. LTE-модуль с режимом Dual Standby. Во время голосового вызова доступ в сеть прерываться не будет. Wi-Fi в двух диапазонах, Bluetooth с поддержкой кодека aptX. Использует несъёмная батарейка съёмка 4,5 тысячи мАч. С учётом установленного процессора и типа дисплея хватает примерно 14 часов без перерывного воспроизведения потокового видео. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт. Основная камера четырьмя модулями Vivo V17 использует 48-мегапиксельный сенсор. Диафрагма 1.8 снимает в разрешении 12 Мп. Есть сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп. Диафрагма 2.2. Третий модуль для съёмки макро с разрешением 2 Мп. Четвёртый 2-мегапиксельный модуль задействован для определения глубины. В приложении есть искусственный интеллект, режим съёмки с определением типа объекта. Предлагаются как оптимальные автоматические настройки, так и ручные детализированные. Автофокуф есть только на основном модуле. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Диафрагма 2.0. Основная камера пишет разрешение Full HD. Предустановлена операционная система Android 9 с оболочкой Funtouch 9.2. По логике работы оформление близка к iOS. Это же касается оформления иконок. Но любители, но в этом есть свой плюс, разделяя бренды Oppo, Vivo и OnePlus по типу программного обеспечения. Как итог, Vivo V18 хорошо сбалансированный смартфон среднего самого сегмента. Высокий уровень быстродействия, основная камера с четырьмя модулями, Super AMOLED. С каплевидным вырезом, длительное время автономной работы, привлекательный внешний вид, бесконтактные платежи, проводные наушники. Не устроить могут необходимость выбора между второй сим и картой памяти. С удовольствием обсудим с вами Vivo V18. Всем спасибо за внимание и пока-пока!